Всем привет! В сегодняшнем уроке мы разберем интерфейс программы Adobe Illustrator. Посмотрим основные пункты меню, основные инструменты и основные свойства этих инструментов. Можно выделить основные три блока, то есть это левая панель инструментов, правая панель свойств этих инструментов и верхнее меню. Начнем с верхнего меню, здесь в принципе все стандартно, как и в других программах, например Adobe Photoshop или Coral, ну или в любых других программах. Есть файл, вкладочка, с помощью которой мы можем создать новый файл, открыть что-то из предыдущего, просмотреть различные сценарии, экспортировать или импортировать. Тут достаточно все понятно. Окно редактирования, в котором мы можем редактировать наш документ. Окно объект, это то, что мы можем делать с нашим объектом, который нарисовали мы. Вкладка работы с текстом, вкладка работы с выделением, эффекты, которые мы можем применить к нашему какому-либо объекту. Окно просмотра, то есть мы можем выбрать, например, полноэкранный режим или выйти из этого полноэкранного режима. Можем добавлять линейки, сетки, например, вот показать сетку. Если мы нажмем, видите, у нас все наше рабочее поле поделилось на некие зоны, с помощью которых мы можем, например, рисовать логотипы. Давайте спрячем сетку, чтобы она нам не мешала. Следующая вкладка окно. Здесь мы можем настроить нашу рабочую среду. Например, сейчас у нас стоит основные настройки, то есть это минимальный набор инструментов. Есть вкладочка основные классические настройки. Если мы ее нажмем, у нас появятся дополнительные инструменты вот здесь. Здесь у нас свойства появились какого-либо инструмента, который мы выбираем. И вот здесь также дополнительные штучки появились. Палитра и все остальное. Есть также рабочие среды для рисования, например, если это удобно, для веба. Но пока давайте остановимся вот на этом. Основные настройки, дабы не перегружать сейчас урок. Ну и следующая вкладка справка. Также по поводу рабочей среды, вот здесь вот у нас есть основные настройки, они вынесены. Мы можем менять рабочую среду. Вы можете настроить тот вид рабочей среды, который вам в данный момент необходим. Следующее меню это панель инструментов. Так как у нас стоит рабочая среда, основные настройки, здесь у нас выделены только основные инструменты. Это две стрелочки. Первая стрелочка отвечает за перемещение. Например, если мы нарисуем квадратик, нажмем на эту стрелку, мы можем перемещать ее. С помощью второй стрелочки мы можем изменять наши объекты. Инструменты перо, создание различных прямоугольников и эллипсов. Кстати, если вы видите вот такой вот треугольничек возле инструмента, то знаете, что внутри есть еще какие-то инструменты. Можем нажать правой кнопкой мыши и увидим, какие инструменты у нас еще спрятаны внутри. В данном случае вот мы можем создать эллипс. Также инструменты. Кисть, работа с текстом, поворот, эластик, пипетки и все, что... Ну, в принципе, самые необходимые инструменты. Когда мы выбираем какой-то инструмент, вот в данном случае у нас выбран эллипс, мы его нарисовали, мы можем открыть его дополнительные свойства. Это находится в правом меню, вкладочка. И здесь мы можем изменять наш объект так, как нам нравится. Например, мы можем поменять заливку, обводку, уменьшить, увеличить, поменять ее цвет, сделать концы круглые либо квадратные углы. В общем, все, что мы можем только изменить. Добавить различные концы на кривые и так далее. Также в этом меню у нас есть строка выравнивания. Например, если у нас есть два объекта, с помощью шифта давайте их выделим, зажмем клавишу shift и щелкнем по второму объекту. Вот у нас выделено два объекта и мы хотим их выровнять, например, по горизонтали. Хоп, нажимаем, у нас все выравнивается. Также мы это можем сделать по левому краю, по правому, как нам удобно. Следующая вкладка здесь это слои. Смотрите, если мы развернем, изначально у нас все формируется, все рисуется на одном слое. И мы можем зайти в этот слой, выбрать какой-то элемент и работать с конкретным элементом. Поменять его, переключаться. Можем поменять их местами. Можем создать новый слой и также группу элементов здесь. Но пока нам это не нужно. И мы его удалим. Здесь у нас есть кнопочка корзинки. Удаляем. Вот у нас снова остался один слой. Также между слоями очень легко переключаться с помощью горячих клавиш. Давайте создадим еще несколько объектов. Поменяем цвет, чтобы было более понятно. Вот, например, мы их наложили друг на друга. Переходим во вкладочку слои. И, например, если мы хотим вот этот вот синий наш круг сделать поверх желтого. Что для этого нужно? Выбираем здесь наш эллипс и перетаскиваем его наверх. Видите, теперь он отображается поверх всех элементов. С помощью горячих клавиш, как можно передвигать, например, смотрите, выбираем желтый круг. Хотим его сделать поверх. Но бывает так, что очень-очень много слоев и искать его где-то, там, перемещать не очень представляется возможным. Тогда мы выделяем наш объект, который нам необходимо переместить поверх чего-то. Зажимаем клавишу Контуру и нажимаем для того, чтобы вниз спустить русскую Х. Контур Х. Или квадратная скобочка. И видите, у нас наш объект уже путешествует внизу. Если нажимаем клавишу Контрол в твердый знак, он перемещается по слоям вверх. Очень удобная штука и очень удобно пользоваться при работе садов полюстрата. Также здесь в свойствах есть очень интересный инструмент. Такой же, как и в CorelDRAW. Вот, например, у нас есть один объект. Есть второй объект. Мы хотим оставить, например, вот только вот эту часть полумесяца синего. Для этого мы выделяем два объекта. И вот тут у нас есть обработка контура. И нажимаем задний минус передний. Видите, у нас вырезался один круг из второго. Получился вот такой полумесяц. Нажмем Ctrl-Z. И давайте выберем объединение. Теперь у нас эти два круга объединились и получилась вот, получилась такая фигура. Повторюсь, такой же инструмент есть в программе CorelDRAW. Если вас интересуют уроки по CorelDRAW, можете посмотреть мой предыдущий плейлист. Там уже достаточно много уроков, и вы найдете для себя много полезного. Теперь давайте быстренько пробежимся по основным инструментам и посмотрим, как они работают. Про эти стрелочки я уже сказала. Это перемещение, либо когда мы хотим выбрать какой-то объект. И эта стрелочка, если мы хотим его изменить. Тут работа с узлами. Мы можем их менять. В общем, эта стрелочка нужна для трансформации. Следующее перо. С помощью инструмента пера мы можем что-то нарисовать, например. Если мы нажимаем, зажимаем левую кнопку мыши, то у нас появляются вот такие направляющие. С помощью которых мы можем изменять, вытягивать кривую, как-то сгибать ее. Не забываем замыкать. Либо если мы не будем удерживать левую клавишу мышки, то это будут просто вот такие вот ровные линии, с помощью которых будет создаваться тот или иной рисунок. Инструментом перо на самом деле нужно научиться пользоваться, привыкнуть к нему, чтобы рисовать так, как надо. Посмотреть, как выравнивают эти вот направляющие, чтобы у нас вот, например, таких петелек не получалось, да, чего-то непонятного. Нужно потренироваться. Следующий инструмент. Кривизна. Здесь мы, опять же, это работа с узлами. Мы можем их подвинуть, что-то с ними сделать. Следующий инструмент это создание фигур. Прямоугольник, эллипс, многоугольник, звезда и так далее. Инструмент кисть. Мы можем с помощью нее что-то нарисовать, особенно если мы работаем с планшетом. Можем ее настроить. Заходим в параметры инструмента. Здесь у нас есть редактирование контуров, какие-то отклонения, заливки и так далее. Давайте выберем нашу первую стрелочку и удалим некоторые штуки наши. Также есть ластик. Например, вот мы что-нибудь нарисовали кистью. И хотим теперь это что-то стереть. Ведь он стирает на всем слое. При этом обводка остается, потому что мы стираем только часть фигуры. Инструмент работы с текстом. Здесь сетчатый градиент. Это что-то вроде залитки сеткой, как в Coral Dron. Мы можем выбирать узлы и раскрашивать их. Инструмент пипетка, чтобы взять какой-то либо цвет. Инструмент переходов. Это мы тоже разберем на отдельном уроке. В общем, пока это основные инструменты, которые вам стоит знать на втором уроке осваивания Adobe Illustrator. Освоение. Со следующего урока мы уже начнем более подробно разбирать инструменты. Будем что-то с ними делать и как-то их трансформировать. А пока знакомство с интерфейсом закончено. Переходите к следующему уроку. Всем пока! Друзья, если мои ролики для вас полезны, пожалуйста, не жалейте лайков. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых роликов. Это помогает мне понять, что мои видео полезны, их смотрят и по ним учатся. Соответственно, и я записываю видео больше, делаю их интереснее, выкладываю чаще. Обратная связь всегда мотивирует. А если вы сделаете репост моих видео в ВКонтакте, в Фейсбуке или в любых других социальных сетях, я буду вам безмерно благодарна. Кстати, я есть еще и в Инстаграм. Ссылку на аккаунт вы можете найти под любым видео или в описании к профилю. Пишите мне, задавайте вопросы, я всегда буду рада. Пока! До новых встреч в новых видео! Там сзади еще паломники идут. Что там у вас? Что-то идет. Мирель? Друзья, девки, на моем уроке для вас полезны, пожалуйста, не жмите лайк. Пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых роликов. Блин! Это помогает мне! Всегда жива! Давай! Камера? Мотор? Фас! Друзья, если мои ролики для вас полезны, не жмите лайк, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Да Саша! Не смотри! До новых встреч в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...